Можно сказать, что трасса не сильно скоростная, много бетона, как всегда. Даже на пустой трассе Феликс Петросян умудряется попасть в аварию. Это видео снято в 2008-м, спустя всего полгода после трагедии на Вильямса. Авария произошла вот на этом месте. Тойота Прадо мчался с Люздорской дороги в сторону Академика Королева. На запредельной скорости внедорожник врезался в Део Ланос. Водитель Ланоса погиб на месте. Еще 11 машин получили повреждения. За рулем Тойоты был 18-летний Феликс Петросян. В результате экспертизы в крови нашли алкоголь. Его ныне покойный отец тогда был заместителем главы облсовета. Суды тянулись около двух лет. В итоге гонщика оправдали, а дело замяли. Адвокат Валерий Судаков хорошо знаком с материалами. Говорит, оправдательного приговора быть не могло в принципе. Если решение суда существует, что пишут законные силы, то резюмируется, что он законно считается. Однако все прекрасно понимают, что по другим делам такие люди в лучшем случае заканчиваются вместе. Потому что это виновен, когда просто все законы об вместе освобожают ответственность. Но никак не оправдание. Теперь Феликс Петросян поздравляет одесситов с билбордов с новогодними праздниками. Политологи оценивают это как старт предвыборной кампании. В 2010-м он уже пытался пробиться в горсовет. Неудачно. Теперь новая попытка. Но горожане о прошлом не забыли. Плакаты по всему городу начали обливать красной краской. И вешать рядом распечатки с текстом «Петросян убийца». Это выглядит цинично. То есть это продолжение того же мажорства, тех же действий, которые в свое время привели к трагедии для многих людей, которые пострадали в ДТП. Вот эти поступки просто характеризуют типаж человека. Поэтому мне кажется, что дрифт, который он очень сильно любит на спортивных автомобилях, лучше устраивать в АТО, на БРДМах и на танках. Пиар-компания провалилась. После негодования одесситов изображения Феликса Петросяна начали пропадать с улиц. На поселке Котовского билборды еще висят, а в других районах города их заклеивают другой рекламой. Дмитрий Долматов, Сергей Самойлов, Первый городской.